Добрый день! Как же представили, Алексей Черных, работаю в церкви Ростелекома. Ну и на досуге я бахантер. Сегодня я расскажу о... Как оно работает? Сегодня я расскажу о достаточно забавной баге. Мы расскажем о нескольких багах, которые были обнаружены у огромного числа компаний. И по факту чуть-чуть. Сегодня мы научимся угонять токен с помощью МИДМА и ОАУСа. В частности, в одной из самых популярных социальных сетей в России и мире. Узнаем, кто из российских пользователей сидит на порнхабе. Сможем узнать список пользователей других приложений. И неплохой список для таргетированных атак или же фишинга. Но перед этим я все же небольшую ремарку сделаю. Данную уязвимость, данные баги я проверял где-то минут 5 назад, и они оставались еще ноль день. И в частности, я буду сегодня рассказывать на примере социальной сети ВКонтакте, потому что у них наибольшее число было обнаружено багов, и импакт вышел максимальный. Но также это было обнаружено Яндекс, Гугл, Мейл.ру, Фейсбук и многих других. Всем, у кого нашел, зарепортил. Кто-то ответил и внес в зал славы. Кто-то просто проигнорировал. Ну и в том числе репорты были через программу HackerOne и уже более приватно. Немножко коротко об ААУС. Это индустриальный стандарт авторизации, который позволяет третьей стране получить доступ к вашей информации. При этом в этой третьей стране не предоставляете логин и пароль. Суть в том, что после прохождения, после выполнения стандарт протокола, третья страна получает специальный токен, с помощью которого и уже авторизуется в нужном сервисе. Всего существует четыре. Ну, самый популярный, это четыре способа. В частности, это Implicit Flow, Authorization Code, Resource Owner, Password Credentials и Client Credentials. Но о нем мы не будем сегодня разговаривать. В первой ки нам наиболее интересны. Это способы получения токена. Implicit Flow чаще всего используется в JavaScript-приложениях, в мобильных приложениях. Он не гарантирует конфиденциальность параметров третьей страны, когда происходит процесс получения токена, собственно. Так как не гарантируется конфиденциальность параметров, мы не можем хранить там никаких секретов. Как результат, проверить, что приложение подлинное невозможно. С самым простым случаем я… ну, собственно, вот так примерно состоит процесс. Вы, когда нажимаете кнопку «Войти через социальную сеть», проложение генерирует специальную ссылку. Вот, собственно, первая из них. Клиент ID – это уникальный идентификатор проложения в социальной сети. Redirect URI – это туда, куда вас перенаправить, если вы согласитесь с тем, что проложение может получить доступ к вашим данным. Scope, в данном случае, друзья, это то, что требует проложение, ну, что оно хочет получить от вас и какую информацию о вас. Response Type Token в данном случае подразумевается, что используется как раз-таки Implicit Flow, и проложение сразу получит токен. Оно сгенерировало эту ссылку, перенаправило вас на нее. После этого вы либо соглашаетесь, либо нет. То есть я разрешаю такому-то проложению получить доступ к моим друзьям или не разрешаю. Если вы соглашаетесь, социальная сеть передает вашему браузеру токен и перенаправляет вас на Redirect URI, который был указан в ссылке первой, или же которое проложение в настройках указало. Ну, собственно, и все. И после Redirect JavaScript забирает токен из браузера. И дальше уже получает информацию, которую она хотела. Второй метод более адекватный с точки зрения безопасности. Authorization Code. Его используют в основном на бэкэнде, сервер-сайт приложениях. Он позволяет, он гарантирует конфиденциальность параметров треки страны, потому что данные не передаются, не все данные передаются через браузер пользователя. И разработчик приложения может иметь секрет общий с сервером. И как результат, возможно, проверка подлинности приложения. В частности, опять генерируется ссылка, когда вы нажимаете кнопку войти через соцсеть. Ровно все то же самое. Единственное, что response type здесь уже код. Потом, если вы соглашаетесь, то вас перекидывают по другой уже ссылке, и код передается уже самому бэкэнду-серверу. Он забирает код. После этого с помощью клиент-сикрета, то есть общего секрета приложения из социальной сети и кода, бэкэнд уже может получить токен. Поэтому секрет вы никак не увидите, потому что это происходит уже на бэке. Ну и, не знаю, самое странное в стандарте УАЛС, потому что это как бы противоречит ему немножко, это resource owner password credentials. Вы просто передаете логин и пароль к приложению, оно за вас получает токен. Но это странно. Ну, собственно, давайте перейдем к багам, а то это слишком скучно. Первый баг это то, что большинство приложений даже сейчас позволяет использовать Implicit Flow и Redirect URI HTTP. То есть незащищенное соединение. В чем проблема? Implicit Flow, он сразу же, тут не используется никаких секретов. Все параметры доступны. То есть вот в первой ссылке можно увидеть. Клиент ID, он известен. Redirect URI тоже не секрет. Scope, но он явно не секретный. И response стоит в токен тоже. Но этого достаточно, чтобы получить токен. Как результат, прослушивая трафик или же, точнее, проведя атаку человек посередине, мы спокойно можем перехватить токен, когда браузер перенаправляется на HTTP страницу. Это до сих пор остается такая бага. Но этого мало. Большинство разработчиков, помимо всего в социальной сети ВКонтакте, имеют два параметра. Это сайт URL, это ссылка на сайт, а также Redirect URI. Проблема в том, что Redirect URI не обязательный параметр. И из-за этого происходит достаточно серьезная ошибка. Когда вы не указываете Redirect URI, в социальной сети ВКонтакте, когда приходит к ней ссылка с Redirect URI, она смотрит на ваш указанный URL сайта. Но вот, допустим, в данном случае я указал MySiteExample, но при этом валидным Redirect URI будет и подмена поддомена, и смена протокола, и добавление паса, и добавление порта, и все вместе. То есть у меня вначале защищенная ссылка с использованием HTPS, Redirect URI, ее не заметить, там еще Strict Transport Security, и это безопасно. Но в результате, из-за того, что мне никто ничего не сказал, я забыл указать Redirect URI и только сайт URL. Как результат, спокойно можно использовать, допустим, вторую или же последнюю ссылку, то есть поставить шем.http, добавить поддомена, на поддомене у меня, конечно, нет Strict Transport Security, и выйдет косяк. Да, здесь, с одной стороны, моя ошибка. Я был невнимателен, я не указал этого, но, как показала практика, почти никто этого не сделал. Еще один, это скорее даже фича, то, что когда вы в первый раз авторизуете, когда вы один раз дали приложению разрешение, и если приложение не запрашивает ничего более, вы не меняли свои пароли, email, ничего не меняли, то при повторном обновлении токена, или запросе токена, или кода же, у вас не появится вот это сообщение, вас просто сразу редиректнет. То есть если вы дали один раз вот кулаус проложению разрешения на доступ к вашей информации, то второй раз, если я запрошу то же самое, вы это в окошко не увидите, вас просто несколько раз перекинет, и я получу свой код или токен. Ну, это все-таки фича скорее. Но встает вот этот, достаточно самый неприятный момент. Разработчик в любой момент времени может использовать как имплект флоу, так и авторизейшн код, даже если он строго указал, что его приложение должно работать на ресурс-оунер-пассворд-кредэншнлс, то есть какое-нибудь стендалон-приложение. Все равно, будь то вы используете Кейт Мобайл, или же Бум, всегда можно попытаться получить токен с помощью имплект флоу, то есть самым небезопасным способом. Из-за этого возникает достаточно сильный косяк. То, что разработчики используют аутеризейшн код, используют что-то по линку, допустим, но они не парятся. У них есть секрет, который неизвестен злоумышленнику. Но имплект флоу все равно остается им доступен, и они никак не могут это отключить. Как результат, я могу от имени приложения, используя имплект флоу и атаку человек посередине, уже запросить данные. И если пользователь поверит мне, то я угоню. Но он должен не поверить, что-то сделать. Это неинтересно. Зачем? Оказывается, при обновлении токена, даже если вначале используется аутеризейшн код, при обновлении токена с помощью имплект флоу все равно не отобразится сообщение. То есть что это значит? Возьмем любое приложение. Допустим, Кейт Мобайл. Думаю, многие из вас его слышали. Оно использует вашу пароль и credentials на вход. То есть email и пароль. Я беру его клиент ID, выбираю способ имплект флоу, то есть получение просто токена. И спокойно могу запросить от имени Кейт Мобайла доступ к вашим персональным данным. При этом, как показывает следующий баг, http.pyvk.com, Redirect URI есть один зашит у всех приложений. Его невозможно отключить. Мне не удалось. Вторая ссылка, http.pyvk.com.blank, это дефолтный Redirect URI, который есть у всех приложений. Его нельзя отключить никак. Будь то Кейт Мобайл, Бум или кто-либо другой. Как результат, возможно, достаточно неприятные моменты с имплект флоу, потому что эта ссылка незащищенная. Там даже нет Redirect на защищенную страницу 302. Вы просто открываете эту ссылку и все. И туда передается токен. Помимо этого, есть замечательное приложение IP-консоль. Думаю, многие из вас сидели на vk.com.dev, когда тестировали различные методы. Будь то, я хочу посмотреть, как там будут выглядеть мои сообщения или еще что-то. Когда вы нажимаете кнопку «Выполнить любого из методов», на ваше имя IP-консоль получает токен с максимальными возможными привилегиями. При этом IP-консоль уязвима ко всем багам, которые я перечитывал до этого. http.pyvk.com, зашитый Redirect URI у всех приложений, которые нельзя отключить, которые всегда валидят. Аккаут getAppPermissions. Имея токен, вы можете узнать, какими привилегиями запущено приложение у другого человека. И users is a user – это метод, позволяющий с помощью, имея токен, вы можете узнать, какой пользователь еще использует данное приложение. Давайте перейдем к атакам. Думаю, так будет наглядней. Один из способов атак – это таргетированная атака. В частности, мы хотим атаковать какого-то конкретного пользователя. Для начала я предполагаю, какое приложение он может использовать. Допустим, там Boom, Kate Mobile, администрирование групп или еще что-то. Я нахожу список клиент-ид, он общедоступен, я его спокойно выдергиваю из приложений, прослушиваю трафик, как угодно. Затем я с помощью бага того, что я всегда могу получить токен на это приложение с помощью Implicit Flow, я получаю токен от имени этих приложений и, используя user as app user, проверяю, используют ли вот моя жертва данные приложения. И с помощью аккаунта getAppPermissions я узнаю, с какими привилегиями он его использует. После этого мне достаточно сгенерировать такую простую ссылку, где вместо клиента-ид я подставляю как раз-таки ID-проложение, которое он использует. Клиент-пермиссионс поставляю как раз-таки скоп, с которым запущено приложение у юзера. И по факту все. И ссылочку волшебную, что tp.ipvk.com, которая есть у любого приложения, кроме трех официальных клиентов. А дальше достаточно заметить пользователя и подсунуть ему небольшую JS-страницу. Но, собственно, это вот весь ПОК. Примитивен, мой код ужасен, я знаю. Суть в том, что я просто, если страница не vk, не apvk.com, я туда подставляю, туда iFrame, как раз с указанной ссылкой. Если страница vk.com, бланка, html, я забираю оттуда как раз-таки токен. И все. То есть я на каждую страницу htp, которую пользователь открывает, засовываю туда iFrame. Если это страница vk.com, незащищенная, я туда засовываю код, который забирает токен. Ну, собственно, и все. Это достаточно примитивная и простая атака. И мид в 2018 году. Это как-то странно. Но единственное, что можно это проводить даже массово. Можно взять сотни приложений, для них взять клиент ID, подставить клиент permissions от этих приложений, сгенерируть сотню iFrame и подсовывать ему каждому пользователю в любой открытой точке доступа Wi-Fi. Ну и, пожалуй, одно из последних, наверное, это как узнать, кто сидит на Pornhub. Здесь забавный факт в том, что как раз-таки используя bug simple flow, то есть я могу получить на любое приложение токен, при этом мне достаточно знать его клиент, его IP ID по факту. Я получаю токен на приложение Pornhub. На Pornhub без VK не зайти из России. После этого, просто используя users из AppUser, я перебираю всех пользователей ВКонтакте и узнаю, кто из моих друзей сидит там или еще где-то. Все, спасибо. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok